Моё мнение, если вот игроки не будут прям долго думать, так сидеть основательно, непонятно над чем... Даунтайм. Единственный минус этой игры? То есть, да, единственный минус. Так она в своём роде уникальная, в том плане, что... Ну я не видел игр настолько, где надо вот... Она на общение. Анализировать и общаться, и доказывать свою правоту, и показывать выгоды своего предложения, то есть... Многогранность. Она кризисная очень, то есть нужно прям реально вот сидеть. Мне понравилось, как на Тонникова затащил сейчас федералист прям вот. За него сложнее всего. Ну, как сказать. Ты понимаешь, в чём штука? Ты должен всю игру покерфейс, что ты как бы там со всеми спроса тут удовлетворяешь. Ну на самом деле, мы слабо играли просто. Откровенно слабо. Во все угрозы, мы во все угрозы, ни одну не вытащили. Во все вот события. Но мы сделали упор, зато спрос мы ни разу не провалили. Да, спрос мы не провалили. А тут видишь, ты либо то, либо то, по-любому где-то встрях. Если бы у него была такая карта, мы бы встряли, ну как у Лёши, который отнимает минус один. Мы бы встряли вообще, наверное, на три шага раньше. Ну да. Который вот этот, что ли? Да, который отнимает один. А кто бы за неё голосовал? Нет, не вот эта. А та, которая у тебя по действию отнимает один от этого, от спроса, это у тебя очки. Он бы просто снимал какой-нибудь пограничный, и всё, ему бы встревали на это. Мы инвестиции, кстати, не отыгрывали. Но это бы не помогло. Я не отыгрывал. Но это нет смысла, потому что федералист победил. Нет, понятно. А так бы или не плохо. Там как только угроза до 25 доходит, сразу стоп-игра как бы. Сразу роли свои открывают. Так бы мы, конечно, доиграли. Ну да, в трощинке, конечно, прям вообще красиво. Ну так сам не ожидал. Честно, сам не ожидал. Минусы, да, это то, что минимум 4 игрока. Раскрывается она, конечно, на 5+. На большее количество игроков. Потому что у нас не было Zintake. Это как раз корпорация, которая борется с... И NBN, которые бы понижали нам уровень беспорядков. Ну на 5+, лучше. Но она и дольше, на самом деле. Ну если вы готовы, вот. Ну да. Дольше, потому что пока вот это по кругу всех опросишь, будет носить контрпредложение или нет. А вы помните все, как зависал Леша. Если таких Леш будет 5... Нет, ну первый раз человек играет. Нет, ну я согласен. Игра, вот, кстати, порог вхождения. Как тебе? Сложнее, проще каких-нибудь вот таких же... Других? Других игр. Ну да. Да не сложнее, я думаю. Не игра престолов, точно. Ну игра престолов сложнее, да. Просто обычно что ты ждешь от игры, да? Что ты будешь какие-то там выставлять рабочих, кидать кубики там карточками. Ну что-то быстрое, простое. А здесь реально, то есть он, помнишь, говорил, да, что он... Я вот слежу за этим параметром, за этим, за этим, а что будет, если я вот это сыграю. То есть много параметров, которые нужно соотносить. Ты, допустим, знаешь, вот тебе нравится это предложение. Но тебе не нравится то, что, допустим, эту карточку получит конкретный игрок. Тебе не хочешь ему, но, блин, ты решаешь выбрать, что из лучшего, из худшего, и как бы одну из бед. Потом надо следить там еще где-то, по ресурсам, что произойдет. Множественность целей мне очень нравится в этой игре, что вам не просто надо совместно с просто удовлетворить, а добиться своих каких-то целей. Это вот очень здорово. И они, ну как бы, эти цели... Да, какая-то есть общая цель на игру, которая, ну, основная, допустим, выиграть того. Плюс какие-то, допустим, финансирования. Надо какую-то такую короткую цель сделать. Ну, за какую-то часть игры. Да, инвестиции. Инвестиции, да. Полу-кооператив с предателем, если кратко. Вообще, да. Его может и не быть. Ты понимаешь? И все сидят и подозревают друг друга. Все-таки на измене, да. И все такие, это ты, нет, это ты. И, не знаю, вот правильно, это уникальное в своем роде. Где такая игра. Ну, я аналогов не знаю. Очень здорово, что она в системе Android, конечно, тоже. Что, ну, вселенная с этой стороны еще, как бы, так подраскрывается. И реиграбельность у нее хорошая. Ну, по длительности партии, это, наверное, самая, вот, большая игра во вселенной Android, да? 4 с половиной часа. Мы не играли в Android. А, ну вот детективный который. Детективный Android, там, да, там тоже она не маленькая. Это точно. Ну, не короткая по длительности. Посмотрим. Потому что, ну, оно вот политическую грань вселенной прям раскрывает хорошо, да? То есть, что, как вот взаимодействуют все эти мегакорпорации. Как корпорации взаимодействуют. Как они реально там... Как они друг друга подкупают. Подсирают. Какие предложения. Каждый в итоге еще свою цель какую-то в себе держит, как бы, не раскрывая другим. Ну, да, да. Плюс стараются показать, что вроде бы он нормальный, пытаются всем помочь. При этом какие-то свои цели... Ну, да, просто если ты с первого же хода будешь всем, как бы, это самое, запарывать эти самые продвижения, прогрессы... Ну, да, явно так прям, что ты... Тебя просто ни одно твое предложение не примут. Будут следить конкретно про тебя играть, да, смотреть, чтобы ты не получил ничего хорошего. Репутация, да. Будут тебе ни одной карты, будут тебя гнобить по доходу. То есть, даже если ты федералист, и ты доведешь до 25 трек этого, как это называется, правильно? Тебе просто этих активов... Тебе просто 25 монет не дадут собрать. Ну, по инвестициям ты сможешь собрать. Не факт. Ну, там как повернется. Как повезет, да, там именно везение. Ну, в общем, как-то так. Я рад, что мне федералист достался. Честно. Я почему-то... Не читал за него? Мне ни разу он не доставался. Сколько мы? Третий раз играем, по-моему. Это четвертый. Ну, у меня четвертая партия вообще. Третья у меня. Ни разу мне федералист не доставался. Мне было очень интересно за него поиграть, и я поиграл за него. Ну, я, по-моему, играл один раз. Руслан играл за федералиста. Руслан играл. Ну, он в первый же ход сказал, что он федералист. Нет, там кто-то предположил... играл за федералиста. И я один раз играл за федералиста. Интересная роль. Вот так. Короче, игра прикольная. Не забывайте про наши ссылки в описании. Мы, в принципе, вам все показали, рассказали. Показали на примере, рассказали правила. Может, где-то, конечно, накосячили. Но это с нами бывает. Ждите Android. Ждите, да, Android. Не забывайте про Donation на Infiltration. Donation Infiltration. Да-да-да. Стишок. Да, все. С вами были Твой Игровой. И до новых встреч. Пока-пока. С другой стороны, четыре игрока, это не так много. Например, в Бэнге, чтобы красиво поиграть от души. Минимум шесть надо. Если бы мы играли в шестеробу, то мы бы вообще... Мы бы значевали, наверное. Я могу понять, что когда ты первый раз в эту игру играешь, и ты, в принципе, не знаешь, что в перспективе здесь может произойти, ты обдумываешь более... Ну так, а многие играют с другой стороны. Более существенно. Ну да, она вообще, в принципе, была проще, чем какие-нибудь евросложные, типа этих каких-то... Она на болтологию. Сбор ресурсов, да? Будто на на болтологию. Да, много на болтологию завести. Потому что ты просто можешь... Если ты федералист, ты можешь там фокус внимания с других игроков переключить, как бы с какой-то проблемы, которую ты видишь. Ну да, да, да. И все. И ты такой заболтал, такой... А, да, там фигня. Давайте вот это вот решать. И все. И все кинулись решать там проблему, которая несущественная. С этим заниматься. Я, ну да, я думаю. Я затягивал некоторые эти самые решения. Ах ты ж. Ну а как федералист, который мы должны... Подлюка. Ну вот так.